Приветствую вас! Тот факт, что вы очень нервные, говорит о наличии внутреннего напряжения. Или, как это принято называть, о наличии психологического конфликта. Соответственно, вопрос заключается в том, каков этот конфликт, каковы его стороны, что за силы борются у вас в сознании, и к чему они эти силы, собственно говоря, ведут. То есть, в какую сторону вас тянет каждая из этих сил. То есть, нужно понимать, что, если вы находитесь вот на таком распутье постоянно, то, соответственно, рано или поздно наступит состояние апатии, когда вы просто уже не захотите что-либо делать. Понимаете? Вот. И вот этот момент, когда наступит апатия, лучше не ждать, на самом деле, потому что там уже, возможно, потребуется вмещательство, ну, врачей. Поэтому лучше всего, что вы можете сделать сейчас, вот на данный момент, это вместе с психологом постараться увидеть, так сказать, участников вот этого вот конфликта, который с вами, который в вашем сознании происходит. Вот. Это сделать достаточно легко, если это делать с психологом, если вы настроены на то, чтобы работать над собой, если вы хотите действительно избавиться, избавиться, ну, от этой проблемы. Вот. Что касается возможностей сойти с ума, то здесь ситуация абсолютно безвредна, потому что с ума вы не сойдёте, вот. Ну, потому что именно от нервного напряжения люди с ума не сходят. Нет, конечно, если вы долгие годы будете находиться в этом состоянии, то, конечно, что-то с вами может быть и случится, да, что-то с вами произойдёт, безусловно. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, я думаю, что до этого ещё у вас есть достаточно времени, чтобы увидеть, понять и подкорректировать то, что с вами сейчас происходит. Вот. Можно говорить, конечно, о нервном, значит, о нервном напряжении, можно говорить о тревожности, можно говорить о, значит, психологической негибкости вашей позиции. Вот. Но, тем не менее, всё это нужно разбирать. И отдельный вопрос, который я хотел бы вам задать заключаться в том, как вы видите помощь себе? Так вот, вы пришли на сайт, вот вы, соответственно, испытываете нервное напряжение, вот. И, соответственно, как увидеть помощь вам? Вот. Понимаете? Пожалуйста, ответьте сперва себе на этот вопрос, а потом выберите себе эксперта и начните с ним работать. Да, то есть, способов, методов для работы с вашим плохим состоянием довольно много. Начиная от когнитивной психологии и заканчивая работой с подсознанием, с бессознательным, точнее. Вот. А на этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До новых встреч! Продолжение следует...